я приветствую вас на своем канале мы с вами продолжаем играть в planet base предыдущей серии мы с вами здесь построили несколько заводиков а именно сам купол завода ну и сборка запчастей вот так как у нас начались небольшие неполадки с нашими ветрогенераторами солнечными панелями ну и в общем все как все когда то что-то у нас выходит из строя поэтому пришлось уже строить самому сам завод чтобы не закупать у наших скажем так самолетов которые прилетают здесь у других вот мы сами сможем это все производить и смотрите сразу же как все понабежали вот сюда вот отдыхать и кстати говоря я смотрю все кровати заняты буквально все кровати мне кажется надо будет нам строить еще один зал отдыха еще один зал отдыха у нас будет возможно может быть где-то в этой стороне его надо ставить желательно как там возле горы да то есть ну я имею ввиду то что он тупиковый вариант у нас кстати а если вот я вот что-то вот вспомнил про шахту мы же шахту можем вот здесь поставить елки палка я хотел ее где-то здесь городить как вариант как вариант ее можно будет до слушайте мне только сейчас пришла эта идея в голову здорово хорошо тем временем давайте смотреть что мы можем сделать я как ей сказал хочу перестроить вот эту нашу теплицу для этого мы давайте дождемся пока здесь у нас закончится производство еды и тогда мы можем это все с вами останавливать давайте начнем с этого еды у нас в принципе есть запас как раз вот в предыдущей серии у нас прилетел звездолёт и мы с вами закупили смотрите что творят у нас стола нет елки-палки на полу кушает это ж надо же такое интересное первый раз такое вижу так хорошо давайте смотреть так 75 пока там идет процесс слушайте так нужно тогда ставить столы чем проблема то так и тем временем у нас прилетает звездолёт давайте посмотрим кого он нам привез заказывали мы и биологов и обычных работников приехали у нас биологи а вообще-то мы заказывали всех биологов 4 биолога это просто супер как раз то что нужно так 84 98 вот этот мощную вот этот можно убирать все производство он дал разбираем так следующий на утилизацию пойдет вот этот вот стеллаж так так отлично разбираем и вот этот вот тоже три единицы все разбираем разбираем и по идее можем в принципе разбирать и сам сам биокупол так давайте скорее быстрее быстрее давайте уходить отсюда разобрали отлично все теперь можно заниматься планированием средней постройки это у нас получается средний биокупол вот у нас самый большой так здесь как раз у нас смотрите шлюз я специально его тоже построил кстати мы построили в предыдущей серии также можете посмотреть как мы это все возводили так ну давайте давайте ребята быстрее потому что и еда скоро закончится а у нас еще четыре человека сегодня пополнение поэтому нам нужно как можно быстрее вот это все убрать отлично 55 как можно ближе ставим приоритет и давайте соединим вот здесь вот вот так может быть дальнейшем и соединим вот сюда посмотрим все побежали наши колонисты с ресурсами смотрите какая очередь на выходе этаж надо каждого колониста смотрите закрывается там дверь здесь закрывается идет обработка очистка мало ли какая-то инфекция да занесут вот непонятно где он был здесь к примеру да раз там зашел на базу и все так нам надо отрубить вот эту штуку и отрубить пока что вот эту штуку так и тем временем у нас еще один а кстати торговый корабль прилетел что на этот раз здесь нам привезли нам привезли но мы можем о сорок процентов вообще вообще мало так мы можем предложить им нет пластик нет давайте металл а и заберем у них еще вот крахмал нам нужен нам нужен крахмал и отдадим мы им так два металла 40 до так но давайте вот так пожертвуем обмен два металла погодите а у нам же нам хватит металла вот сюда я совсем забыл что нам еще металл здесь нужен ёлки-палки смотрите я совсем забыл или куда они понесли они понесли наверное вот так в обход непонятно зачем капец у нас нет ветра на дело серьезным так это надо отрубить ночлег дальше это тоже отрубить и в принципе столовую тоже пока что отрубить и вот эту платформу тоже все сосредоточимся сейчас на строительстве так три таких пять таких уже есть в принципе всего должно хватить я думаю так в принципе кушать пока что не не все хотят да в принципе и пока и никто не хочет так а где наш робот который сборщик я не могу а вот он едет едет поступил сигнал о том что ресурсы привезли и это все готово к возведению так это кто это у нас обычный рабочий так ну шо ж так долго там вот он едет наконец таки мы с вами возводим нормальный купол нормальный биокупол так здесь тоже возобновляем здесь все возобновляем да нам нужно что-то решать с энергии наверное скорее всего мы будем возводить еще обычные вот такие вот солнечные панели потому как кстати а вот такие вот у нас 50 до вырабатывает надо это проверить все сравнить что выгодно и как выгодно это все либо маленькими либо большими сооружениями это все делать потому что кто не знает с вами мы в предыдущей серии считали вот например смотрите если построить энергонакопитель вот один энергонакопитель стоит одну единицу металла он выдает 5000 а если поставить побольше он уже стоит два металла но уже по идее должно быть 10000 на самом деле 7500 поэтому вот в чем в чем фишка к чему я клоню так отлично у нас биокупол средний есть и нам нужно срочно поставить на производство еду так и вот такие вот тоже штуки я хочу а сюда пойдет крахмалистый вариант это например силашь с горохом так с горохом и в принципе смотрите гидропонный овощной стеллаж стеллаж с картофелем стеллаж с пшеницей медленное производство низкое содержание то есть нет смысла да вот эти оба крахмалистых давайте попробуем как вариант как вариант попробуем кстати нужно поднять приоритет срочно так а куда это я разогнался у нас сколько биологов так у нас 12 биологов значит должно быть 12 грядок так здесь 4 и здесь у нас всего 10 10 и еще не все построены так хорошо смотрите откуда у нас только с переломами непонятно и здесь все занято кажешь мар так нужно что-то решать сколько у нас стоит спальник ну-ка давайте посмотрим вот у нас есть общежитие и есть жилище здесь у нас получается с более комфортными кроватями то есть вот такой вот и не факт что он здесь наверное несколько кроватей по месяца мне кажется может одна кровать поместится и все да и поставить в принципе пока что некуда а если организовать еще одну общагу можно где-то вот куда-нибудь вот сюда притулить у нас пока что нету пластика нам пластик ножом вот здесь значит здесь у нас смотрите три отсека пом с тремя производствами здесь тоже с тремя производствами в этом отсеке у нас будет с крахмалом а здесь чистый крахмал будем экспериментировать так я слышу звук корабля это кто это корабль колониста кого вы нам привезли вы нам привезли опять биологов хорошо так значит можно поставить уже 13 грядок так отлично я думаю с едой проблемы уже не должно быть потому что уже у нас смотрите не маленькая ферма здесь как-никак в три раза больше то есть если здесь помещается 4 здесь помещается 12 в три раза больше все верно ну и в принципе бог биологи уже могут здесь свободно работать так а я знаете слушайте так может быть все таки какая у меня идея хорошая появилась взять отсюда и перенести все суда и вот это все снести хорошая у меня идея кстати говоря давайте так и сделаем пусть себе биологи будут в одном месте зачем нам одна теплица вторая большая теплица как это я сразу слушайте не догадался так а ну-ка отойди шестьдесят пять пятьдесят вот этот первый будем разбирать так все интереснее и интереснее становится игра и игра дает возможность чтобы мы думали все наши все наши дальнейшие действия зависит от от нас самих то есть если мы что-то не так сделаем может пойти либо в плюс как говорится либо в минус так дальше восемьдесят восемь семьдесят пять пятьдесят девять вот вот эту будем разбирать так не надо что-то делать с медикаментами в принципе надо решать как-то эту проблему чтобы делать медикаменты там нужно выращивать какие-то растения а потом еще создавать лабораторию то есть это не так то уж просто так разбираем так и можем тем временем возвести вот здесь значит стеллаж с горохом стеллаж с рисом поставим один судан картофель овощной стеллаж с картофелем и пшеницей давайте попробуем это у нас чисто картофель мне интересно сколько она будет вырабатывать это вырабатывает три единицы этот у нас тоже три вот эта штука 22 к одному будем так называть кстати что у нас водой воды вроде бы как хватает потому что у нас теплица большая и ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой я совсем забыл чтобы у нас дальше производства не пошло но здесь уже пошло наверно а это у нас был последний поэтому подождем так два к одному это тоже два к одному да смотрите но не такой быстрый ну я думаю для разнообразия все таки можно немножко сделать разных овощей с вами сделаем пусть колонисты не только питается рисом и помидорами и салатом но и вот картошка есть лук будет у нас все будет так ну давайте быстрее что же вы так медленно здесь все здесь можно приоритет убирать и в принципе обесточивать вот это помещение и все так давайте наконец-таки увеличим скорость и быстрее разбить разберем так у нас поднялся ветер сейчас за окном кошмар так кого нам привезли нам привезли биологов это хорошо так отрубить если мы отрубим здесь получается что у нас получается ну колонисты вроде проходить здесь могут смотрите сколько скобка сразу народу набежала так давайте продолжать значит здесь у нас помидоры салат так это у нас рис и горох это картошка и давайте может быть пшеницу поставим одну одну пшеницу сюда опять горох а сюда мы поставим ногу кукурузу смотрите там написано медленное медленное производство редиска ну и давайте давайте редиску что ли в принципе нам нужны бы нужно быстрые быстрое производство смотрите да я не знаю насколько довольно таки медленно если сравнить с этой до 29 30 видим да ага вот быстрое производство и высокое содержание то тоже быстрая это быстрая это быстрая так а вот это не быстро и да то есть мы с вами видим желательно конечно конечно давайте наверное все добавим сюда салатико меня сейчас интересует быстрое производство потому что ну сами понимаете чтобы никто не сдох это самое главное пока что на данный момент так о смотрите металла как-то стало больше раз у нас стало больше металлом давайте тогда так а сколько у нас этих биологов биологов 15 это больше чем чем надо поэтому можно добавлять рабочих но биологи тоже нужны это не значит что они нам не понадобятся так ну а мы с вами тем временем можем возводить еще одну шахту так как как мы соединять будем наверно вот так вот конечно ставим приоритет да ну тепличка конечно у нас получилось просто шикарное смотрите теперь у нас огромный ассортимент всякой всяких овощей всякой еды можно так сказать так а если мы посмотрим внутрь да что мы увидим мы увидим вот такой вот 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 такой вот картину можем посмотреть как наши работники собирают что-то да вот здесь вот исследуют смотрят записывать всякие данные что-то считают кто-то приходит забирает товар который уже созревший и относят на склад вау аж до аж сюда долетает так хорошо я думаю самую главную задачу мы с вами уже решили поэтому следующей серии мы с вами продолжим нам нужно построить еще одно общежитие как я и сказал скорее всего она будет где-то вот здесь так а тем временем мы поднимаем приоритет на работу в шахте три человека здесь и здесь так это что а в этом а и в этом имеет приоритет хорошо так о еще один кораблик это у нас корабль колонистов да шур такой их проперла сколько и кого наверное до 11 биолог слушайте но все больше биологов и так думаю нам надо изменить на больше рабочих наверно все таки давайте поставим ну и нам надо позаботиться об электроэнергии это самое главное потому что сейчас у нас уже две шахты и это уже смотрите сами 45 это 45 это уже девять потребления надо что-то думать на этом я с вами прощаюсь увидимся в следующей серии всем удачи и всем пока всем пока